МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники реалити становятся командой спасателей. После тяжелых испытаний огнем проект неожиданно покинула сильная Катя Губина. Катя, сегодня я отправляю сюда. Уход Кати дал понять, что сегодняшний день на поляне может стать последним для любого. Блин, мне тут нравилось, честно. Конкуренция растет. Усиливаются напряжение и усталость. Обостряются предчувствия. Я всю ночь во сне рыдал. Мне все время снилось, что я и реву, куда бы я ни зашел. Мне сегодня приснился довольно странный и тяжелый сон. Я пришел в свой университет и там встретил старую знакомую, которая подвела ко мне своего ребенка. На, познакомься, это моя дочка. И у нее такая борода. Дочка с бородой. Такой, как у Макса. Я рассказал свой сон Дине, и она мне сразу, как настоящая ведунья, истолковала, что меня ждет определенная неприятность. Доброе утро. Но борода символизирует мудрое решение, которое я смогу принять. И я вот сегодня нахожусь вот в этом состоянии. Макс! Справилась? Я никогда не закрою этот кран. Может, помочь? Здравствуйте. Проспал все. Уже тебя выгнали, Рома. Ждем, пока ты проснешься, чтобы ты уехал. Не дождетесь. Я сначала прикончу все запасы. Ты хоть раз удивляешься, что я в своих хрис? Я не удивляюсь, потому что я еще здесь. И сегодня, конечно, сон меня добил просто. Мои мысли, мои скакуны. Страшно. Не люблю я эти резкие пробуждения. За колясо можно. Ты же мужчину-то должен тренировать не только дух. То, что у меня есть определенный номер гендерных признаков, еще абсолютно не значит, что я кому-то что-то должен. Ну, смотри, к примеру, спасатель. У него миссия спасти там маленького ребенка из пожара. Если он будет тренировать только силу, он же не войдет в вагон, потому что он не натренировал свою смелость. Ну, не знаю, может быть и так. Я к тому, что если я родился мужчина, значит, и сила тоже нужна. Возможно, не пригодится, но на всякий случай физическую форму надо. Есть такая библейская фразочка «Пусти Господне неисповедимы». Мы предполагаем, а Бог располагает. И поэтому это может 10 раз целиться на что-то одно, а в итоге получится что-то другое. Я заметил, что этот проект далеко не про силу и не про то, кто первый на финиш прибежал. Это, наверное, больше преодоление себя. Раз, два, три. Достаточно. Если честно, я думаю, что это все в совокупности. И про то, как вот такие вот случайные ребята смогут справиться вот в таких вот совдеповских условиях. Про то, как быстро мы сможем сориентироваться и стать хоть какими-то, но немножечко спасателями. Может быть, кто-то и станет, и вот поэтому выиграет. И, конечно, про то, как мы вообще поведем себя друг с другом. Вот такие вот случайные люди. Сможем ли мы сплотиться или же наоборот съедим всех друг друга на костре, и кто съест последнего, тот и будет в финале. Од, два, три, четыре, пять. Сейчас нас вернут. Доброе утро, спасатели. Как настроение? Времое. Говорят, ваше мастерство растет не по днём и по часам. Поэтому сегодня вы будете тренироваться на стадионе. Там, где тренируются настоящие спасатели, совершенствуют свои навыки. Вопросы есть? Сегодня она была вообще кайфовая. Зарядка, честно. Я уже сегодня с утра встал с мыслями, блин, класс, всё здорово, да просто кайфовать. Ты никогда не знаешь, когда тебя попрутся в реалити. Это тебе не по лесу бежать, да? По кочкам и через крапиву перепрыгивать, попутно разбивая комаров на ногах. Блин, вот если сегодня мой последний день, и ходить себя здесь, и гонять какие-то злые мысли, да, что-то, ну, да ну его уже, хватит. Оно мне уже накипело, я все дни это носил, это в себе, как бы я оборонялся как мог. И я плюнул, и это всё просто расслабился. Зарядка, класс, едем, здорово. Бежать, МЧС, сборная, класс, классные парни. Давайте подышим пока чуть-чуть. Только не стойте. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и назад. Раз, и, два, и, три, и полный круг. Раз, два, три, раз, раз, два, два, в другую. Раз, два, раз, раз, два, четыре. Хорошо, плечами наверх. Привет, ребята. Здравствуйте. Может, профессиональный тренер нужен? Вы мне не доверяете? Нет, смотрите, какие спортсмены, чемпионы мира. Чемпионы мира? А вы что, каким ветром вас сюда занесло? А, участники, спасатели. Тоже становимся спасателями? Вы спасателем будете? Да, пытаемся стать в гранили. Постараемся. Да? Он был настолько внушительный, вот, подумал, что если он нас сейчас начнет гонять, то просто не подчиниться это, ну, никак не получится. По очереди на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, другую. Раз, два, четыре. Хорошо. Размеры? То же самое. Наши готовы? А, пап, пап, пап. Пойдемте, мы покажем свою зарядку. Окей. Было здорово то, что он поучаствовал в нашей зарядке, взбодрил нас. Это создало настроение в последующей тренировке. Я же вашу разминку сделал? Да. Сейчас вы нашу сделаете. Хорошо. Так что, смотрите, смотрите, готовьтесь. Сначала они нам показали мастер-класс, как надо залазить на четвертый этаж. Впечатление не из слабейших. Внимание. Барс! Как они вместе это делают. Ой, быстрее, правый, быстрее. И один парень постоянно почему-то медленнее всех был. И вот я за него прям болела, чтобы он, наконец, вырвался вперед. Я говорю, давай, давай, давай. Давай, правый, беги, беги. Это так прямо видно, что они очень много работают, что они очень много трудятся. Вот тут справа еще как ниндзя. Здесь очень технический вид спорта, но очень надо человеческая подготовка, морально. Любой, вы видите, любой сбой, считай, что не выполнил. И сразу баранка и для себя, и для команды. Да и опасно, не дай бог, эта лестница сорвется. Это, конечно, машины, которые за 4 секунды пролетают, как стрелы. Это все происходило очень быстро, виртуозно. Ты просто не замечаешь, как они переступают через ступеньки. А когда попробовал сам, то я понял, что мне до них еще далеко и далеко. У меня реально просто не хватало растяжки через ступеньку это делать. Я либо ногу не дотягивал, либо просто не дотягивался рукой. Мне казалось, что я могу сорваться и упасть на землю. Ну и что, как? Классно. Будем учиться? Ага. Макс, ты слишком выворотный для этой лестницы. Ну и все, видишь, уже покорил. Ой, а я очень боюсь, честно скажу. Чего? Я местами, наверное, себя загубила. Вот этот лишний вес, то полнота нам не мешает. Когда я на испытании, я не осознаю того, что я делаю. Масштаб. Только когда я поднялась, встаю, смотрю и говорю, господи, это я только что на первый этаж поднялась по пожарной лестнице? Офигеть. Внимание. Может быть, я никогда больше в жизни не буду этого делать. То, что я сейчас уже это попробовал, и я знаю, что я это могу, меня греет эта мысль. Ну, по крайней мере, если вдруг произойдет какой-нибудь пожар, и у меня начнет гореть квартира, я точно знаю, что я смогу близкого мне человека каким-то образом оттуда попытаться вызволить. Рома Гамеза показался с другой стороны, с неожиданностью. И тут он такой, бах, круто так исполняется. Думаю, ну, молодец. Он вообще крутой. Рома растет после номинации. Я рад за него, что у него все получается, и он начал раскрываться и проявлять себя хорошо на проекте. Давай, 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 давай. Все. Спасибо большое, ребята. Спасибо, спасибо большое. Все ребята были так радостно возбуждены. Такого бодрого утра я не припомню. В пределах этого проекта. Сегодняшнее утро на проекте началось с новых знакомств. Привет, ребята. Может, профессиональный тренер нужен? Команда «Реалити» соревновалась с чемпионами мира по пожарному спорту. Но приятное утро не означает легкого дня. И прямо сейчас ведущий Дмитрий Савин готов озвучить правила игры на сегодня. Вас ждет испытание командами. И вы должны выбрать командира. Того, кто поведет вас за собой, сможет научить, подсказать и помочь. Макс, Виталик. Капитанами на сегодня должны быть. Команда личным голосованием выбрала своих командиров. Сегодня за собой победут других – Виталий и Дина. Я попрошу командиров занять свои места. Безусловно, сюда все пришли победить. Особенно это демонстрирует Максим. Максим, сделай свой выбор. Он думал, вот сейчас мы сколотим команду. Виталик крепкий, умный. Ну, а Дина там, вот пусть она остается вот с такими и всякими. Я уверена, что он даже, наверное, и Наташу, может быть, с Наташей обсудил, что давай пойдем к Виталику или еще что-то. Наташа, твой черед. Два Ромы идут к Дине. Все зависело от испытаний. Мы не знали, что нас ждет. И если сравнивать силу, ловкость, скорость, мои два Рома – это не быстрее, выше, сильнее. А я желаю вам удачи в сегодняшнем испытании. Еще недавно они не знали друг друга. Такие разные жители сети. Они не должны были встретиться в реальной жизни. А сегодня они – команда спасателей. Их было 10, но до сегодняшнего дня дошло только 6. Кто покинет команду сегодня, знает работа. Командам Дины и Виталия предстоит бороться под судейством строгого и бескомпромиссного Александровича. На недавних испытаниях огнем начальник пожарной части похвалил Дину и выдал сразу два штрафа Максиму. За привлекание вам второй минус. Участники знают – поблажек не будет никому, особенно командирам. Итак, значит, вы проделали очень большую работу. Вы поучаствовали в тушении пожаров. Соответственно, все ПТВ в грязи. Машины тоже измазаны. И в конце рабочей недели у пожарных проводится так называемое ПХД – парк и хозяйственный день. Старшие, пожалуйста, поднимите руки. Так, Виталий и Дина. Обращаю ваше внимание. Значит, это ваши командиры. Вы должны безукоризненно их выполнять команды и приказания. Всем понятно? Значит, пройдем к машинам. Я вам сейчас все объясню. Не, ну помыть пожарную машину мне, конечно, не доводилось до этого. Но ничего, это мне тоже плюсик. Поэтому опыт есть опыт. Поднимаем отсеки. По ТВ тоже должно быть все обслужено. Я очень люблю уборку. Я очень долго работал парикмахером в домашних условиях. Это было связано с тем, что постоянно нужно поддерживать чистоту. Это довольно сложно, когда много людей. Нужно будет установить пожарную колонку, подключить рукав, ствол для того, чтобы обмывать автомобили. Ну, я вам правду скажу. Это не первый опыт мытья грузовой машины в моей жизни. Я все свое детство промыла. Это была инициатива моя детская, помыть дедушкину машину. Он 40 лет проработал на маклозаводе водителем. Вычистить, вымыть, укомплектовать, уложить все на свои места. Этот запах грузовой машины в салоне для меня родной. И я получала, вот не поверите, столько удовольствия мыть пожарную машину. Один убирает справа, другой слева, я внутри. Смотри, давай малую оставим внутрь, она там подметает, выгребает, как девочка на кухне. Время еще раз напоминаю. 20 секунд. Убрать за 20 секунд? Минут. Пардон, 20 минут. Я пошутил, извините. Внимание, марш! Открывать их. А тряпку мне можно? Да, что это было? Несе, я шланг возьму. Молодец. Это было действительно здорово, мы работали в командах, а меньшие команды, как известно, более сплоченные. Пошла, вода. Все, достаточно. Моя пошла. 51 рука доставит. 51. Дина как раз-таки выполнила на отличную роль капитана, потому что она вовремя распределила обязанности. А, закручивай скорее там! Кто-то один, беги, закручивай. У нас даже сложилось название нашей команды «Ромовая баба». Вот, ну, короче, она наша «Мама-баба». Мисс Данова, разрешите. Хочешь попробовать? Ну, на. Ром! «Ромовая баба», да. Это было очень смешно. Мы сразу с ребятами так, от нас, вашей команде, плюсик за название. «Ром, ну дайди попробовать-то хоть». На, держи спереди тут. И вот эта штука лучше на таком расплеле. А, окей, окей, окей. Дождик, дождик, ну, пони, бабу с полю прогони. У команды «Ромовая баба» работа спорится. Похоже, узнающий толк в хозяйстве Дины горит в руках не только на кухне. «Я даже подозреваю, что она видела перед собой большую кастрюлю, когда мыла вот эту машину». В команде конкурентов дела идут и так складно. В состязании командиров голос Виталия звучит не слишком уверенно. «Отправь малую вперед с салон в кабину, чтобы на руль панель протерла, на торпеду, все, все, все. Слушай, мы же можем их уложить, потом машина просто переедет и все вылетит?» «Мы не можем. «Ну, посмотри, сколько воды, до утра будет учет». «Макс, машина не поедет». «Максим не хотел подчиняться, но и к тому же еще, наверное, я несу ответственность». «Проконтроль, как там у малой дела в кабине». «Я не доверяю». «Когда это надо и когда это была одна из задач слушаться своего капитана, и когда и я, и Виталик просили очень сильно, Максим, в любом случае молчи». «Есть что зови?» «Есть мой генерал». «По сути, я должен был как командира быть жестче и пресекать вот эти вот все движения его». «Товарищ майор, время!» «Какое время еще?» «Время нормальное еще». «И попытки, попытки продолжать командовать». «Открой кран споседовления!» «Открывай отсек там!» «Перекрой!» «Идет же напор!» «40 секунд!» «Мог бы принять это волевое решение и пойти в команду в день, чтобы более-менее было как-то распределено все по-честному. «Рука!» «Ну, вот он решил пойти к Виталику и в итоге не принял его доминирование». «Стоп!» «Ну, короче, вообще полный сыр». «Время подводить итоги». «Хорошо». «Но помнят ли участники, что это было состязание командиров, а не чистых пожарных машин?» «Масло». «Там, где в отсеках было по две полочки, к сожалению, не добрались». «Роста не хватило капитанам проверить». «Ну...» «Это точно». «И еще один такой вот момент. В этой команде я как-то увидел два командира. Виталя вроде общее командование проделывал, но иногда выскакивал Макс. И конечная фаза, он подал команду «Становись!». «Стоп! Стоп!» «Становись!» «Поэтому все-таки в этом состязании я считаю, что победил вот эту вот команду». «Рома моя баба!» «Стоп!» «Я точно не говорил с Тройсомом». «Ну так почему ты этого не сказал?» «Такие они грязные провокации накидывают». «Становись!» «Рома моя баба розет». Доверие и понимание принесли победу Дине. Неуверенность Виталия стала причиной поражения командира. В честь победителей пенная вечеринка. Заслужили! «Счастье в мелочах». Вот жизнь, она простая настолько, насколько она может быть простой. И порадоваться к тому, что ты можешь опыскать усынение, это тоже важно. И все мы получили удовольствие, что от работы, что от пеной вечеринки, что от последующего дня, как мне кажется. Участники реалити идут к победе под руководством своих новых командиров – Дины и Виталия. В предыдущем испытании Виталий проиграл. И теперь парню нужно доказывать свое лидерство заново. Не только в испытаниях. Весь день мы готовились к приезду гостя. Нам сказали, что будет генерал. Высокого гостя ребята будут принимать ухой. Из ингредиентов блюда только удочки и тот самый пруд, на котором Виталий терпел свое первое поражение. Я плавал в этой воде, и я знаю, что там рыбы нет. Это было для нас с Виталиком как награда – просто отдохнуть от этого всего и помедитировать в воде с удочками. Может, есть какая-то другая методика? Руками. Ну, почему бы руками не пробовать? Сел, пальцы шевелишь. Ждешь, пока выбылает кто-нибудь. Я твой поплавок не делаю. Ты словил на палец? А что ты думал? Все, я видела этот дохлый труп. Безгладский. Ты что, поверила, что на палец можно ловить? Твое актерское мастерство зашкаливает. Ты распугал мне всю рыбу своими этими концертами. Тем временем на поляне ребята переводят дух после испытания и переживают переломный момент проекта. Каждая новая минута делает кого-то ближе к финалу, а кого-то к возвращению домой. Ну, определенно, наше состояние здесь приобретает все более-более плачевный вид. Обыстряется игра, усиливается пресс. Вкусновато, но маловато. Даже мы когда едим, мы либо молчим, либо как-то нервно пытаемся предположить, что будет происходить дальше. Макс, ты кушать не хочешь? Не будешь есть? Не, не буду, спасибо. Наконец-таки настало то время, когда я залез в Туя, и тут ящик, в который я никогда не лазил. Мне нужно покопаться, вот было в самом себе и разобраться. Макс, перестань загоняться, пожалуйста. Ну, мне труба как тяжко. Моя изначальная позиция на проекте была такая оборонительная, даже на грани с наступательной. Что ли, действительно с циклой? Я боюсь камеры. Я вот понимаю, что на меня смотрят, а я не знаю, как себя вести, куда себя деть. Макс, я просто не понимаю, почему ты из всего происходящего делаешь такую трагедию? Да не делаю никакую трагедию. Ну так вот и все. Вот сидишь, тебе хорошо сейчас сидеть? Вообще кайфов. Кайфов, все, вот сиди кайфов. В радио все эти камеры, слушай, вообще кайфов. Вот хочешь убрать, убирай. Время веселых историй, мне кажется, подошло к концу, потому что никто не испытывает в этом никакой потребности. Ну, конечно, бывает выстреливает еще там. Ну, кстати, вот опять же, это Макс провоцирует. Вот это он постоянно говорит, все, я уйду, я ухожу, или я там, я не могу там то, я не могу там все. Короче, надо идти, собирать чемодан, у меня уже все, у меня уже не хватает нервов. Это настолько такая эмоциональная какая-то встряска, взбучка. Мне очень будет стыдно, если вы забудете как-нибудь, как у шлемок. Не будешь. Да ладно. Они сами выбирают, что монтировать, что не монтировать, что пускать в эфир, что не пускать. А ты сделай так, чтобы, как они не крутили, ты везде был красавчиком. О, ну это уже, это очень сложно. Ты уж постарайся. Он чувствует антагонизм между всеми, всем коллективом и собой. Особенно сейчас, когда покинула проект Катя, которая была единственной его сторонницей. И сейчас он, нагадив уже один раз, не может вернуться в другие кормушки. Ну, тебе будет, что? Давайте я генерала лучше транниками накормлю. Хорошая идея. Ну, похоже, главное, для запаха. И у меня клюет, хлопцы. Опаньки! Пошла вода. Генерал будет доволен. Ой, Виталик, Виталик, что это мы с тобой тут сейчас замажили? Одновременно. Хороший какой. Класс. Тяжки леса. Интересно, сколько на Виталик рыбу наловит? И наловит ли вообще? Ой, я только вчера говорила, как бы ухи хотелось. Ну, смотри, идут рыбаки на краснеке. А у меня это ты как? Достойно? Достойно. Красава. Вот это же, вот это ты красава. Покажи. Секи. Карась такой сладоха. Уха будет. Я заставил себя, да, заставил себя найти в каждом из тех, кто мне не нравится, кого это недолюбливаю, либо недопонимаю, найти положительные моменты и то, за что этих людей действительно стоит уважать. Мне вообще так нравится, что именно наше поколение стало такое вот прям пробиваться, пробиваться вот и в танцах, и в песнях, и в спорте. И мне кажется, вот прорвалась уже так Украина, прямо она вот везде, везде сейчас и прямо топ-топ-топ. Музыка сейчас в топе, только украинская. Я верю в то, что вот мы следующие. Даже тот же самый Ковалевский, на которого я гоню, да, то до меня дошло, что, блин, не все такие, как я, что вот он другой, иной, да. То, что вот у него раньше не было этого опыта, и парень тоже учится, он видит это сквозь свою призму и воспринимать, и адаптируется как может. И за это ему стоит отдать должное, да. Такие модные, все с кем-то общаются. Сижу дома, пишу научную работу, гнию потихонечку. Ну, неправда. Я сейчас последний год тоже сижу дома, работаю дома. Потому что мне просто надоело, надоело работать с парикмахерами. А вообще я учился не для этого. А для чего? Не для того, чтобы быть парикмахером в итоге. В ключевой момент меня как-то сманили вот на этот артистический рынок, на эту стезю там, в музыкальную сферу. А потом выкинули как собаку на улице. И все. Вот спел бы сейчас на камеру, может быть, тебя кто-нибудь бы купил. В шестой серии-то понаехали. Это как самореклама. Минута душевной близости – только минута. Поможет ли она в прохождении нового испытания? Сделает ли команду крепче и кому принесет победу? Самое время узнать это. Когда мы подъезжали к месту испытания, увидели вертолет и в голове начали прокручиваться всевозможные планы будущего испытания. Я подумал, что возможно сегодня исполнится моя мечта, и мы будем прыгать с парашютом. Но потом я вспомнил, что обычно вертолеты это не делают. Может быть, нам еще его скажут помыть или там как-то там что-то там с ним сделать. Уже сам вид вертолета притрекал что-то совершенно грандиозное в плане ощущения. Оно так и оказалось. Две тройки спасателей борются за победу. По результатам дня лидирует команда Дины «Ромовая баба». На место прохождения нового испытания сел вертолет. И участники теряются в догадках зачем. Потом, когда мы увидели Алексея, и он начал объяснять, что мы сейчас будем делать, я офигела очередной раз. Участникам предстоит познать сложности эвакуации по воздуху. Такого на проекте еще не было. Когда нам озвучили, что это эвакуационный мостик, и не всегда спасатели могут стандартным способом покинуть место трагедии или там чрезвычайного происшествия, отлегло, я понял, что вот, вот оно. Вот это будет происходить и прямо сейчас. Становимся. Назад, наоборот. Потом садимся и едем. Я начал немного побаиваться. Я смогу даже вам отказаться от испытания и подвести в команду. Вопрос у кого-то есть? Нет. Все? Тогда удачного полета вам. Спасибо. Раздвигаемся на объект. Но готовы ли команды к тому, что и объект будет непростым? На нем создадут условия по-настоящему чрезвычайной ситуации. Я поняла, что я в экшене. Блокбастер «Голливуд отдыхает». Я почувствовала себя Анжелиной Джоли. С этим дымом, с этими шашками все это взрывалось. Потом мы побежали на крышу. Этот вертолет. И был момент, когда было тяжело дышать. Ну, квест такой прям вот реальный и сложный. Самое главное его начать и продолжать, а не остановиться, подышать и умереть. Я переживала за своих ребят, потому что они такие тонкие. Особенно Рома Гамеза. Боже, он так тресся, он так переживал, он так нервничал. А тем более, я вчера узнала, что, оказывается, у Рома Гамеза целый букет заболеваний. Я вообще просто в шоке, как он по сегодняшний день остался здесь. Все это проходит, ему все это интересно, он бежит в этой дымовухе. Мне, здоровому адекватному человеку, это все очень тяжело. Я вдыхаю и боюсь, что я сейчас умру. А он не боится. Но он нас предупредил, говорит, если я вдруг побелее и мне станет плохо, вы не спрашивайте, что со мной. Я могу умереть тихо. И тут я офигела, какая на мне ответственность. Мне надо за ним следить. Самый страшный момент наступил, когда слышали звуки вертолета. Учитывая то, что у здания акустика особенная, и звук свалит практически со всех сторон, это было действительно страшно. Моментально начал забирать волосы в кучу, потому что показалось, что если закрутить туда, все. Хана. Когда вот отрываешься от поверхности, ну я не знаю, как это назвать нормальным, адекватным языком, но это очень страшно. У меня просто, мне кажется, все физиологические процессы в организме начали протекать с 200-процентной скоростью. У меня просто все. Я сам себя начал переваривать. У меня адреналин впрыснулся в кровь. Литр, если не больше. Такой фейерверк эмоций я не испытывал никогда. Это однозначно был лучший день в моей жизни. Чтобы развеять страх, я даже не запел, а заорал песню, которая сверлит мои мозги уже который день. Это единственное, что остается в области извилин, когда оттуда вылетают все адекватные мысли. Я могу все. Я подумала, что если бы действительно брали вот девчонок в МЧСовцев и брали вот от 27 и старше, я бы пошла. Потому что у меня хладнокровие просто нереально. Я не боюсь этого. Я могу действительно и в огонь, и в воду, в медную трубу. У меня отключается чувство страха. У меня есть цель, мне нужно ее получить, преодолеть. Инстинкт самосохранения есть, техника безопасности есть. Я пытаюсь ее придерживаться. Мозг работает, тело слушается. Ну что еще надо? Сегодня вот день был вот прям вот такой вот, как хочется. Идеально. Все спасли. Хорошо кричали. Накрывали, мы действительно почувствовали себя какой-то единой командой. Если на прошлом задании формирование этого ощущения только началось, то в этот момент оно закончилось окончательно. Мы полюбили друг друга всей душой. Эвакуация вертолетом с крышей горящего дома окончательно сплотила команду Дины. С какими открытиями покинет спасательную люльку команда запутавшихся в лидерстве конкурентов. Побежали! Я бегу, я представляю себя спасателем. И первое, что я понимаю, что как же тяжело вот этим ребятам дышать. Я сразу бегу, думаю, что если вдруг мне придется спасать чьи-то жизни, искать людей, то мне надо везде забежать. Везде все посмотреть, проверить, как бы, чтобы не осталось каких-то пропущенных участков. Этот забег в дом, он был такой, ну, достойный, скажем так. Я страх поборол, я рад тому, когда мы взлетели, получил прилив вот этой эйфории и того, что страх не вернулся. Я расслабился и, ну, наслаждался полетом. Я просто забывала дышать. И просто, наверное, не знаю, от того, что я не дышу или от того, что это все в первый раз и все интересно. У меня просто покатились слезы. И я такая, ну, господи, я уже с какой-то... Никому не рассказывайте, что я плакала. Никто не должен знать, что я умею плакать. Конечно, слезы радости. Просто это все было... Первый раз это было все так здорово. Вот эта высота. Лужа, которую мы вроде как проезжали на машине, казалось, какое-то болото. Сверху это было так красиво, что просто... Мне казалось, это вода просто жемчужного цвета какого-то. Она переливается так красиво. Лес, которым нам внизу кажется, господи, эти клещи, это крапива. Она уже так задрала. Эти комары, которые постоянно по ногам ползают, уже так надоели. Сверху это казалось просто раем каким-то. Мы видели нашу палатку, которая внизу нам кажется холодной и ужасной, отвратительной. Сверху она казалась просто каким-то чудом. Вообще, что это такое красивое там стоит внизу? В общем, сверху все казалось таким чудесным и прекрасным. Поэтому потом, когда мы спустились, я просто... Я бежала, мне даже нечего было... Я бежала к ребятам, мне было нечего сказать. А не понравилось, я как дурачок. Экстремальное испытание сплотило всех. Ребята рады и успеху, и друг другу, и новому опыту. Честная, заслуженная ничья. Прекрасный повод отметить. Тем более, что на поляне уже дошла долгожданная уха. Будет чем встречать обещанных гостей, которые все не едут. Ну подожди, все отлично. Все отлично, наваристая такая. Сейчас я пробую. Даже и краска карася вышла. О, кто-то к нам в гости приехал. Как вы думаете, кто? Не знаете. Товарищ министр по чрезвычайным ситуациям. С личным составом отряда «Спасатель» подводятся итоги по последнему испытанию эвакуации вертолетом. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы сейчас начали? Добрый день. Добрый день. Вы видели себя? Да? Оказывается, мы левые. Префигели. Здравствуйте. Все вы на роликах рассекали. Да? Да. Это был просто шок, потому что тот человек, тот тренер, который делился с опытом, с нами, который гонял вот этих ребят, оказался… Добрый день, пять, шесть, семь, другую. Раз, два, четыре. Хорошо. Размери? Наши готовы. Вот это номер, конечно, да. А ваш тренер в душе. Да? Да. Вы ее ждете, она вас тоже. Здравствуйте. Я была в душе, все ребята сидят на костре и мне, Наташа, быстрее, едет машина, быстрее, бегом к нам, бегом, бегом. А что-то тренера на месте нет. Тренер задерживается, он не опаздывает. Здравствуйте. Ну, освоили нашу науку? Что такое? Ну что, закончились сегодня испытания все? Наверное. Можно отдыхать? Сели за стол, начали кушать, и я такая думаю, ой, сейчас расскажу, что мы там делали с утра. Мы сегодня забирались по лестнице с утра на первый этаж, нам показывали… Ты не узнаешь этого человека? Это вы с нами были? На роллера был. Упражнения твои осваивал. Я сразу, когда увидел, у меня пачка вот так вот. А я сразу и сказала, говорю, вот, ваш тренер там все смоется. Это было ужасно, стыдно. Но я надеюсь, что он меня простит. Простите, пожалуйста, я вас не узнала. Богатым будете. Больше всего поразило в разговоре с Владимиром Александровичем то, что вообще такие высокопоставленные люди могут быть такими открытыми, честными, простыми, добрыми людьми. И это было очень здорово. Мы сегодня оценку делаем именно на разъяснении людям, к чему приводит беспечность. Мы видим, как в любом деле все зависит от человека. Говорил он действительно о нужных вещах. И я надеюсь, что когда выйдет проект, своим прохождением соревнований мы вдохновим ребят на то, что нужно все-таки быть готовым ко всему и всегда помочь ближним. Буквально вчера я еще уже был готов психануть и уйти из проекта и сказать, что все, ничего не хочу, мне не нравятся люди, которые меня окружают, прочее, прочее, прочее. И сегодня ночью у меня состоялся такой глубокий разговор самого себя, самим собой, где я посмотрел как-то на себя со стороны. Надавил на свой эгоизм, на свое высокомерие. Гора с плечи упала, мне так легко, я сегодня целый день хожу, улыбаюсь, мне реально все нравится, мне все нравятся. Даже тот, кто меня раздражал и бесил, я поверил в этого человека, что он действительно, ну вот он такой. Ну и как бы мне вообще сегодня очень легко, очень хорошо, я сегодня очень такой. Молодец, Мац. Я сказала, что ему этот проект нужен. Он приехал с невероятной грубостью, хамством, отсутствием такта. Он старается, он от этого избавляется. И то, что он высказался при всех, причем генералу, это вообще ему делает большую службу. Мои коллеги, видите, вам приготовили по медальке. Вау! Вот это класс! Спасибо большое. Спасибо большое. Это тоже чудо, но все недели. Первая за неделю шоколадка или конфетка. Нет, я ее никогда не съела. Как бы сильно я не хотела шоколады, я бы это хранить. Казалось бы, тут прошло всего сколько, шесть дней, да, когда мы не ели этих шоколадок, побыли без шоколада. Но она такая была уникальная. И цена этой шоколадки, и ценность этой шоколадки гораздо больше, чем эта обычная шоколадка, которую ты купил. А я еще тебе дала сам министр, ого-го. Все, ребята, успехов в дальнейшем. Не скучайся. Спасибо большое, спасибо. Всем победы. Спасибо. Не робейся, все получится. Да, это спасибо большое. И приятного аппетита на работу. Сегодняшний день на проекте был наполнен впечатлениями. Участники соревновались с чемпионами мира по пожарному спорту, мыли рабочие машины, эвакуировались вертолетом с крыши горящего дома, а в конце дня получили первые медали из рук министра МЧС. Пусти шоколадные. Боже, такая гордость. Я не могу вот вообще. Что, гордость? За что? За то, что этот проект дал такую возможность нам всем. Так ты ж когда шла, ты ж не знала, что тут будет. Так я же об этом и говорю. Ты такая авантюра. Я же об этом и говорю. Когда впрягаешься, вот Ромка вообще собиралась ехать в Хорватию. Это просто подарки судьбы, ты понимаешь? События долгого дня оставили яркие впечатления. Ребята думают, что на сегодня лимит сюрпризов исчерпан. А зря. Летит, летит, ребята, быстрее. Хоть бы в меня мясом кинули. Ребята, давайте, Ромовая баба, вы хотите жрать или как? Быстрее, больше свистоплясок. Эй, сюда! Это не мясо! Мне красиво, красиво, я им завидую. Я так что-то хочу. Это просто шикардос. Как они парили, это было неописуемое, неподдающееся законам физики. Я тоже так хочу. Мне кажется, что они падают так медленно, медленно, как пушинки. А когда человек вот около тебя, да, близко к земле, ты видишь, что его скорость снижения, ну вот так вот, то есть, ну, то есть это реально можно неудачно приземлиться и получить травму. Привет! Падает, падает. Как быстро? Боже, боже. Пошли встречать. Может быть, у того руки заняты едой, поэтому у него нет флажков. У меня никогда не падала еда с неба, но, боже, как же это была тушенка похожа в итоге на манну небесную, которая свалилась реально на нас, потому что, ну, так хочется еды, так хочется мяса. Спасибо! Это, это, это вам с большой земли. Спасибо! Мясо! Говядинка! Я, конечно, обрадовалась, что у нас будет мясо. Я кричала от счастья, но когда они неожиданно нам разрешили сесть в их вертолет, я еще больше, мне вторая волна накатила от того, что нам вообще-то так неожиданно разрешили. И мы снова полетели, это снова было так красиво, это снова было такие эмоции. Я опять вышла, опять зарыдала. Ужас какой! Просто замечательный день. Не хочу, чтобы он заканчивался, не хочу домой. Сегодня был счастливый день на поляне, но он подходит к концу. Впереди вечерний костер и номинация. Увы, для кого-то из ребят, ведущий Дмитрий Савин, запустил отсчет последних минут на проекте. Как ваше дело? Нормально. Хорошо. И у меня сразу с ходу к вам вопрос. Как вы себя чувствуете без связи с внешним миром? Шикарно. Без телефонов? Я вообще об этом не думала. Мы уже забыли, что это существует, что связь есть. Мы здесь как в другом государстве, понимаешь, в такой мини-государстве, где вообще ничего не надо. На другой плане. И не хочется. Не то, что не надо, и не хочется. По вашему общему мнению, сегодня у вас самый лучший день на проекте. И вы его заслужили. Я вижу очевидные изменения в каждом из вас. Дина. Я здесь. Ты стала лидером лучшей команды. И как вы сами говорите, ромовая баба рулит. Не спать. Не суетиться. Виталик, ты тоже достойно вел свою команду к победе. И ты преодолел свой страх высоты. Молодец. Спасибо. Дина и Виталик, вы держали ответ за других, и сейчас ответ держать тоже вам. Сейчас вам надо назвать имена тех, кто отправится в номинацию из вашей команды. Виталик, ваша команда проиграла, поэтому первым имя назовешь ты. Сложно это сделать сегодня. Я тебя понимаю. Росли все, и я думаю, это Максим. Первый номинант сегодня у нас, Максим. А мне выбор делать легко. Сегодня утром Ромка Гамеза так и сказал, ребята, а вот все хотят победить здесь? Вопрос ошеломил. Я всегда думала, что здесь каждый, кто находится, пришел сюда за победой. А Ромка сам сказал, я пришел за опытом. И как бы там ни было, приму любой факт, любой исход. Поэтому, Ромка, извини. Все в порядке. Я знала, что ты поймешь меня, все будет хорошо. Итак, сегодняшние номинанты у нас Макс и Рома Гамеза. Прошу пройти и назвать человека, который покинет сегодня наш проект. Максиму дали второй шанс. Он тоже пошел на путь исправления, и мы это все видим. Но все равно проскальзывают нотки прошлого. За семь дней не избавиться от того, чем человек жил 27 лет до этого. Пусть исправляется дома. Рома остается со мной. И я голосую против Максима. Макс остается, уходит Рома. Вы сделали свой выбор, и я должен назвать имя. Рома Гамеза. Душ придется отложить. Потому что домой поедет Макс. Сегодня я голосую против Максима. Я увидел, что он за сегодняшний день очень сильно подрос. И его признание, которое он сделал за ухой, было настолько убедительным. Я поверил его словам, поверил тому, что он стал на путь истинный и сможет уже добиться того, чего хочет. Я вас оставляю. Расслабься. Мужик, можете попрощаться. Береги свою светлую, добрую душу. Не расстраивайся понапрасну. Дина, значит. Там, где больше двух, всегда говорят вслух. Никогда не шушу кайся в присутствии кого-то на ушко. Тебе по жизни не только на этом проекте, но и по жизни желаю. Постарайся быть, ну, больше, наверное, как-то реальным к этому миру, более гибким и адаптивным. Не ной, ты мужчина, как бы. По поводу этого. Ты очень плохо знаешь, Максим. Хорошо, ладно, это мое мнение. Оно сугубо субъективное. Так, ну, учитель, я тебя считал мудрым, но, походу, ты немножко испугался. Возможно. Малая, ты красава. Да, я не поняла твою последнюю фразу. Ну, только не оступись, хорошо? Все, короче. Всем спасибо. Давай. Спасибо, что был с нами. Сегодня команду покидает Максим. Один из самых заметных участников проекта. Сильный лидер. Он не всегда находил общий язык с командой, но без него жизнь на поляне станет совсем другой. Можно передать приветы? Я бы хотел сказать своей любимой мамочке, что я ее очень сильно люблю. И хотел бы, наверное, попросить прощения своей моей сестренке. В последнее время мы с ней как-то не ладим. Вот. И чтобы она на меня тоже не бежалась, что я ее тоже очень сильно люблю. Ну, ребятам всем желаю удачи, что ли. Зачем? Сейчас просто все таки сидят. Так он каждого из нас облил. И у всех вопрос в голове такой. У каждого. У каждого облил. Ну, короче, ты вот тут изменись, а ты вот тут. А я крут. Ну, извини нас, Макс, что мы не подходим тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok